МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Помогать легко. В Сарове стартовал благотворительный проект здесь снится помощи. В шубе и с жезлом стражи дорог проводят акцию полицейский Дед Мороз. Далее расскажем обо всем подробно. Закрыть долги 2023 года в январе 2024 смогут предприниматели Нижегородской области. Завершить все необходимые дела в первый рабочий день января бизнесмены смогут за счет переноса с последнего выходного 2023 года. Так, до 9 января индивидуальные предприниматели должны уплатить страховые взносы в налоговую инспекцию. До 15 января организации должны оплатить взносы в СФР. Косвенные налоги импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают до 22 января. До 25 января организации предоставляют уведомления о суммах НДФЛ, а производители подакцизных товаров сдают декларацию. Кроме того, до 29 января самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход. Новый социальный благотворительный проект «Десница помощи» реализуется в Сарове. Проект создан для поддержки одиноких малоимущих пенсионеров и инвалидов. В начале года «Десница помощи» начала работу в Нижнем Новгороде, а в октябре в него включились и благочинии области. Сейчас в Сарове продуктовые наборы получают четверо подопечных Центра Милосердия. Подробности далее. Валентина Николаевна – одинокая пожилая пенсионерка, у которой почти не осталось родных. Помочь женщине некому, ее квартира в запущенном состоянии. Волонтеры Центра Милосердия взяли Валентину Николаевну на попечение, сделали у нее косметический ремонт, убрались, вывели траканов, установили в квартире новую стиральную машину – шкаф. В рамках благотворительного проекта «Десница помощи» Валентина Николаевна также стала получать раз в месяц продуктовый набор. Силами волонтеров мы начали проводить этот ремонт. Конечно, было сложно. Квартира в запущенном состоянии. Но благодаря отзывчивым горожанам, отзывчивым сердцам у нас все получается. Мы убрались в квартире, вывели траканов, зашпаклевали стены квартиры. У нашей топечной будут не только продукты качественные и вкусные, но еще и красиво в помещении. Очень благодарна вам всем. Это и продукты мне, и все. Тут молодой человек все сделал, все покрасил. И траканов. Я очень благодарна вам всем за помощь. Социальный благотворительный проект «Десница помощи» стартовал по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Цель проекта – ежемесячная продуктовая помощь пенсионерам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации или у которых очень маленькая пенсия. В проект включились Нижний Новгород и другие благочиния области. Кандидатуры на участие в «Деснице помощи» выбрали из подопечных Центра милосердия при содействии Управления социальной защиты населения и Центра социального обслуживания инвалидов и пенсионеров. Проверяли их жилищно-бытовые условия, что у них в владельнике. И уже после этого мы составляли акт, узнавали, сколько человек тратит на лекарства, на продукты, оплату жилищно-коммунальных услуг. И затем уже человек становился участником нашего замечательного проекта «Деснице помощи». Ежемесячно, в конце месяца мы доставляем из Нижнего Новгорода продуктовые наборы. Продукты в наборе подбираются с учетом православных постов и заболеваний подопечных. Вместе с волонтерами продукты развозят и священник, задача которого – духовное окормление благополучателей. «Священник, он необходим для того, чтобы еще и позаботиться о душе человека, потому что душа человека – это самая большая ценность. И если, скажем, мы помогаем телу, помогаем этой земной жизни, то это еще не все, потому что действительно нужно человека и причастить, и исповедовать, и каким-то образом подсказать, ответить на его духовные вопросы и запросы». Сейчас в рамках проекта «Десница помощи» четыре подопечных. Для того, чтобы поддерживать их продуктами ежемесячно, нужны благотворители. За информацией можно обратиться в Центр милосердия по телефону 8-953-029-26-69. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Дополнительные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород запустят с 25 декабря по 8 января в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Кроме того, дополнительные авиарейсы вводят в другие крупные города, в том числе в Москву, Калининград, Мурманск, Екатеринбург, Сочи и Архангельск. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Около 250 дополнительных поездов запустят ГЖД в новогодние праздники. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря по 10 января. Между Казанью и Москвой назначено 83 рейса. Также столицу свяжут 60 дополнительных поездов с Кировом, 44 с Чебоксарами, 22 рейса с Ижевском. Между Нижним Новгородом и Москвой дополнительно назначено 11 рейсов. Также 24 дополнительных поезда свяжет Нижний Новгород с Ижевском, а 4 – Казань с Екатеринбургом. На 11,5% до 4 450 рублей выросла средняя стоимость искусственной елки, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Банка «Русский стандарт». Средний чек одной искусственной ели составил 4 450 рублей, да так как в прошлом году он был 3 991 рубль, а натуральная елка в этом предновогоднем сезоне стоит в среднем 5810 рублей, годом ранее – 5642 рубля. Мошенники придумали новую схему. По телефону человека убеждают, что участились случаи подделки новых пятитысячных купюр, и нужно срочно проверить, нет ли у него фальшивок. Для этого предлагают скачать приложение «Банкноты Банка России» и отправляют ссылку, но по ней на телефон устанавливают вирус или приложение «Шпион», которое предоставляет мошенникам удаленный доступ ко всем данным и паролям гаджета. Результат – кража или взятый на имя жертвы кредит. Важно не переходить по ссылкам от незнакомцев и ничего по ним не скачивать. Если звонят от имени банка, положить трубку и позвонить в банк по официальному номеру. Если попалась подозрительная банкнота, надо отнести ее в банк. Настоящую зачислят на счет, подделку изымут. Стоимость фальшивки не компенсируют. Центробанк предупреждает. Приложение «Банкноты Банка России» существует, но его можно скачать только на официальном сайте Центробанка. В нем описаны защитные признаки и их расположение на банкноте. Но как детектор «Банкнот» приложение не работает. Правила пожарной безопасности при использовании пиротехники напоминают спасатели в преддверии новогодних праздников. Важно помнить, что нарушение требований безопасности при запуске фейерверков и петард может стать причиной пожара или несчастного случая. Использовать самодельные пиротехнические изделия запрещено. Приобретая пиротехнические изделия, нужно проверить срок годности, наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке. Нельзя запускать изделия с дефектами или повреждениями корпуса и фитиля. При обнаружении пожара или признаков горения нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01-101, назвать адрес объекта, место возникновения пожара и представиться, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. Также пожарные напоминают номер телефона доверия специального управления ФПС номер 4 МЧС России. 9-93-15. Анонимные звонки не принимают. Воспитанница вокального отделения детской школы искусств Виктория Карпунина с успехом защитила честь города на двух крупных международных конкурсах «Щелкунчик» и «Старстеп». Юная вокалистка исполнила две песни и стала лауреатом первой степени и обладательницей гран-при. Когда Виктория Карпунина пришла на вокальное отделение в детскую школу искусств, то была неуверенной в себе, стеснительной и зажатой. Постепенно девочка стала раскрывать свои таланты, выросла в вокальном плане. В этом ей помогают и конкурсы, на которые она ездит вместе с мамой практически каждый месяц. Репертуар Виктория подбирает вместе с педагогом, исходя из голосовых возможностей. Песни «Небо славян» и «Птицу в небо» Саровчанка представила на двух крупных конкурсах «Щелкунчик» и «Старстеп». У меня вся семья поет. Мне это нравится петь. А какие тебе песни больше тебе нравятся петь? Мощные, мне нравятся. И такие плавные. У меня соперники там были сильные. Тоже исполняли мощные и красивые песни. На международном творческом фестивале конкурсе «Щелкунчик» Виктория исполнила две песни и завоевала гран-при и первое место. А на международном фестивале «Старстеп» Саровчанка выступила уже во второй раз. В том году девочка заняла второе место. Виктория решила попробовать свои силы еще раз. Ей удалось стать лауреатом первой степени. Также Саровчанку отметили члены жюри. Участие в конкурсах дает Виктории Карпуниной уверенность, опыт и стимул развиваться дальше. Она девочка у нас способная. Все схватывает на лету. Петь ей очень нравится. Поэтому она всегда все слушает, что ей говорят. Быстро очень это схватывает, что облегчает работу с ней на уроке. Вот. И поэтому, в общем-то, есть и такой результат наших трудов. Педагог с ученицей уже готовит новые песни для следующих конкурсов в январе и феврале. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Новогоднее настроение не чуждо и стражам правопорядка. В преддверии самого волшебного праздника зимы стражи дорог останавливают автомобили не только для того, чтобы оштрафовать водителей. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы поздравляют саровчан, а также напоминают о важности соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно в новогодние каникулы. Праздник уже в пути. На дорогах во время новогодних каникул следует быть особенно внимательными. Ежегодно в преддверии 31 декабря правоохранители вместе с членами отрядов юных инспекторов движения проводят профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз». Мы останавливаем водителей, поздравляем их с Новым годом, дарим им новогоднюю игрушку и брошюру, в которой рассказано об основных правилах дорожного движения. Акция «Полицейский Дед Мороз» проводится с 20 декабря по 10 января. В этот период автоинспекторы посетят образовательные организации, проведут беседы со школьниками и студентами о безопасности во время каникул. Еще и проводить какие-то мероприятия с водителями, с пешеходами, с пассажирами. То есть будем устраивать большие акции, где будем какие-то, возможно, игрушки дарить, сувениры и, соответственно, вот эти самые информационные листовки, которые напоминают участникам дорожного движения о правилах дорожного движения. Участники дорожного движения, уважаемые водители, с Новым годом вас! Семь ДТП с материальным ущербом, 39 нарушений правил использования ремней безопасности. Последние дни уходящего года для госавтоинспекции насыщены активной профилактической работой. Чем запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На прошлой неделе пять саровчан сели за руль автомобиля в нетрезвом виде. Двое из них отказались от медосвидетелей. Один из пьяных водителей оказался еще и без прав. Также в процессе акции 21 декабря полицейский Дед Мороз был выявлено лицо, которое находилось в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии было установлено, что данное лицо уже ранее привлекалось по аналогичной статье. На прошлой неделе госавтоинспекторы зарегистрировали семь аварий с материальным ущербом. Правоохранители активно проводят профилактические акции в преддверии новогодних каникул. 25 декабря по 10 января у нас продолжается проведение акции «Полицейский Дед Мороз». Сегодня будет проходить данная акция в районе школы номер 10, то есть в старом районе. И 8 января данная акция пройдет с воспитанниками теплого дома. 3 января на территории нашего города пройдет областное оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пассажир». Данное мероприятие будет направлено на выявление правонарушений в области перевозки детей. Госавтоинспекторы напоминают, что в праздничный период будут вести усиленный контроль за дорожным движением и выявлять пьяных водителей. Сотрудники ОГИБДД и члены отрядов юных инспекторов дорожного движения просят всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, не появляться за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также быть внимательным при переходе проезжей части. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей.